Привет зритель! Все это не случилось бы, если бы ты не поддерживал мой канал. Ну не обязательно ты, но вы зритель, если бы вы не поддерживали финансово мой канал, то вот это счастье бы не случилось. Я когда только переехала в эту квартиру и поняла, что моя вебка логитеховская, которую мне подарил в 2018 году подписчик, спасибо ему, для стримов, вообще как бы для стримов на канале, живет хорошо только с компьютером. Он мощный, она с ним нормально живет, там стоит Linux, всё нишняк. Вот винда не одна, ни смартбук, ни ноутбук, ни престижа, ни реново с ней не живут, они ее не тянут, стрим вообще с ютуба не запускается. Если где-то вдруг внезапно запустился, то дико тормозит, короче, что-то не срастается. И я так поняла, что в принципе у логитеха это много, с разными совершенно вебками логитеха бывают такие казусы относительно винды на компьютере, особенно если это какой-нибудь там маломощненький ноутбучик, смартбучик или тип того. И я думала, как у него, ну как бы знают люди, которые смотрят мои стримы или там смотрели мой канал, или давно уже смотрите и вообще как бы примерно следите за моей деятельностью на ютуб-канале, на моем ютуб-канале, на ютуб, да. И как бы знаете, что у меня, я пыталась делать стримы с кухни и через экшн-камеру, и там я знаю, что вот на камеру, на которой я пишу, можно делать стримы, но я до сих пор уже два с лишним года, как вот узнала об этом, все никак не сподоблюсь это изучить, настроить, попробовать и так далее. Но когда-нибудь это сделаю. И я подумала периодически о том, что надо бы заказать, наверное, просто отдельную вебку для ноутбука, чтобы она жила именно с виндой и как бы пользоваться ее именно на кухне, на винде, на ноуте, там уж в каком-то другом месте, ну как бы именно вот на кухне. В смысле именно, что на ноуте. Я подумала, можно и на балконе при случае. Интернет у меня уже год как, практически год. Еще немножко дней будет ровно год. Мобильный уже конкретно. Я примерно знаю, в какой временной период дня он лучше всего идет, там, билайн или мегафон, у меня и билайн, и мегафон. И с кухней, допустим, он вообще лучше как бы ловит в определенное время. Раздаю своего вот этого хуавейчика. Он включился. И как бы стримы с кухней, ну удобнее. Во-первых, мне хотелось именно вебку, чтобы можно было записать, допустим, что-то на саму вебку, не геморяясь при этом с видеокамерой или с установкой еще чего-то. Конечно, можно делать стримы с телефона. Момент такой, что могут позвонить не вовремя. Он разряжается, потому что YouTube почему-то очень много жрет по этой батарее. И как бы можно поставить на зарядку и попутно стримить, но мне тупо не видно, что вы там пишете в каментах. Можно делать стримики с этого, эфирчики с Инстаграма и с другого телефона предыдущего. Помнится, пыталась там эфирчик в Инстаграме делать, не азопа понимая, что. Но вот мне пенек подкинула идею, а может это не только пенек, что можно перед Новым годом сделать эфирчик. Или просто без предупреждения эфирчик с этого телефона, допустим. Тем более есть теперь лампа кольцевая, и у нее штативчик специальный для телефона. Хоть у меня есть еще отдельный штативчик для телефона. Вся при технике. И можно делать, допустим, эфирчики для Инсты. Но мне хотелось именно, чтобы можно было включить камеру, запустить стрим на кухне и что-то готовить. Те же мукбаби просто делать стрим. Уж кому интересно, тот посмотрит. И я, получив очередной донат, поняла, что вот прям хочу какую-нибудь камеру. Я долго выбирала на зону, у меня как раз была бессонница. Режала бессон, окошко бесилось. Я часов девять читала обо всем, про все. Но одна камера мне очень понравилась. Чисто по названию Манго Девайс. Есть предположение, что это русская фирма, которая ведет блог на гуглевской площадке, блогс пост, но ведет на английском. У них есть свой сайт, где они как бы пишут по-русски. Сайт давно не посещаемый. Ну, в смысле, не поддерживаемый. Или как он там, такой полудохленький. Необновляемый. Есть группа ВКонтакте, 16-17-й годы. Она функционировала, а дальше как-то зависла. Фирма питерская. Манго Девайс, выпускающая, как я поняла, приблуды для смартфонов, по большей части. И просто опытным путем, после того, как я особенно увидела, что у них блог, как бы питерская компания, которая базирует свой завод в Китае, прям как Китфорд. И выпускает как бы все для русского рынка, но почему-то пишет на английском. Как знаете, вот ничего он не напоминает типа Чай Гринфилд, который как бы зарегистрировал где-то там якобы в Англии. Но расфасовывается Оремитрен где-то там, в учреждении Всеволожской, Питерской области. Ну, Питер, Ленинградская же область. В Питере где-то там. И я не могла сначала просто найти на неё отзывов. Вообще ни англоязычных, ни испанских, никаких вообще, ни видео, ничего. Тут у нас изготовитель Dongguan и MyIndustrial. Сделано в Китае с рок-клубой 5 лет. Импортер 3O, BigWay, логистика, ну и типа Москва. Веб-камера MangoDevice HD Pro Webcam 1080p, модель MDW 1080p, разрешение 1920x1080 Full HD. Интерфейс USB 2.0, количество, общее количество пикселей 2 мегапикселя. Я ещё смотрела, отзывы читала на многие. Писали, что типа как бы вот 2 мегапикселя, такая фигня. Я посмотрела, сколько мегапикселей на моей вебке логитеховской, там тоже 2. Вспомнила, что на моей A4Tech первой вебке, которая до сих пор жива, и первые стримы были на неё, первые 3, у неё вообще 0,3 мегапикселя, и в итоге поняла, что это вот нормальное. Тут, по-моему, смоса-то, как её там я открыла, не туда вот так не показывает. Смос-матрица или что-то в этом роде. Ну, короче, нормальная какая-то такая матрица. Вот так она выглядит. Я её проверила на комплектацию на базе Ozone сегодня. Да, вот, 30 фпс на 1080 пикселей, или 60 фпс на 720 пикселей. Насколько мне известно, чем меньше фпс, тем лучше. Ну, именно вот, что у меня, пишу на, что-то у меня как-то желтее стал цвет. Пишу на, ой, совсем желтее, пишу на видеокамеру, вот сейчас у меня идёт 25 фпс, а на телефоне у меня 29,99, ну, 29,99 фпс. И на 60 я стараюсь не писать фпс, короче, считаю, что это лучше. Ну, это моё чисто мнение. Ну, и как бы один был отзыв, вот, по-моему, на эту камеру, может, на другую. Там я сначала хотела вообще брендовая взять, которая, как бы, я знаю бренды, они мне известны, интересны, Asus-овская, 3500 вебка с мономикрофоном. Чё? Я поняла, что вообще, вот как с техникой кухонной, тот же, допустим, Biolamix, аналог витамин, ещё что-нибудь там, или у Китфорда, который штампует технику косплея, там, какую-то другую технику, или ещё что-то, или как вот моя соковыжималка Galaxy, которая косплеит какую-то другую технику, которая стоит те же яйца, ведь сверху тысяч 10, а не две с лишним, как я покупала. Ну, как бы это применительно и к девайсам, да, допустим, компа. Тут у нас плёночка, которая как-то такая, не особо приклеена, но у неё такой ярлычок, её как бы надо снять. Тут стереомикрофон, двойной. Я до этого ещё смотрела как бы Genius, но там грешили на плохой микрофон, плюс он был мономикрофон. Потом я думала, фатечку пить, думала, как бы у меня вебка, когда потопная, она нормальная, до сих пор живая, хоть и там, ну, как бы заявленные характеристики отвечают, но была за 1300, всё хорошо. Мне хотелось, чтобы вот здесь была такая вот дырочка, чтобы можно было прикрепить на штатив при случае. Не было. Которые подороже, и вроде как с такой фигнёшкой, они с мономикрофоном. В общем, я так уже расстроилась, думаю, ладно, хрен с ним. И потом смотрю, но он им не попадается. Там была ещё за 960. Но непонятные характеристики, и я как-то не рискнула уж совсем за 960 покупать кота в мешке, получается, хоть там и написано HD, ну, фиг знает. Full HD, может, за 720 пикселей тоже Full HD. Вот такая вот штучка. С довольно длинным проводом. Плюс у нас тут написано, что включил и сразу работает, не надо никаких дров. Ну, и в некоторых отзывах была какая-то инструкция по применению. Здесь нет никакой инструкции по применению. Видимо, рассчитывают на то, что люди уже знают, что это воткнул в USB 2.0. И будет нам счастье. Сейчас я эту хрень распутаю. Приличненький по длине провод. Можно вот так вот сделать. Тут, конечно, немножко халтурно, потому что вот эта фигня у меня, она сначала отклеилась. Потом я её придавила, думаю, что это такое. Я ещё на базе посмотрела, я думаю, ну, может, оно так и должно быть, мало ли. Как бы гладенькая такая, цепляется за ноут. Вот оно, вот так вот делается. Или практически вот так вот. Если поставить на штатив, то вполне нормально вот будет. Тут у нас, насколько я помню, один огонёк горит, когда вот она включается в ноутбук, там, ну, в USB с компьютером или с ноутбуком. И, в принципе, ну, если, конечно, её использовать исключительно по назначению, когда вот хочется постримить, да, или что-то там, вообще использовать камеру, вебку. Вот, ну, да, вот она горит, огонёк, оно как бы не напрягает. Потому что у меня логитеховская горит огонёк, когда она действует, ну, включена как бы работа, чья работает, и там синенький огонёк. Вот синенький огонёк меня развяжает. А когда она включена, именно никак вот питается, там вот просто сидит, ничего не делает, огонёк включён. А именно, когда вот стремишь с неё, или там по скайпу общаешься, то у неё загорается другой огонёк. Сейчас мы эту плёночку снимем. И под плёночкой вполне себе ровная поверхность хорошая. И ещё были, где вот эта фигня, она как бы её надо было крутить, чтобы автофокус, ну, в смысле, ручной фокус был. И я думаю, блин, вообще как-то неудобно, а у этой автофокус. Местами, конечно, реально сделано кустарно, но если она вот будет работать нормально с виндой, я читала отзывы, что дитя хорошо работает с виндой, то да и пофиг. Я включила ноутбук. Я ей лампу-то сюда перевела, как ты видишь, слева по борту. По идее, вот оно горит красным, и тут где-то должно распознаться. Говорят, что надо подождать несколько минут. Пару минут. Мы его пока попробуем как-нибудь поставить. Да, вообще, обычно как бы у вебок тут ещё какая-то штучка есть. Не знаю, как оно у меня встанет. Ну, вроде как встала. Короче, это сейчас мы снимаем на камеру, в смысле не снимаем, показываем на камеру, которая встроена, иди камера. А это у нас, кстати, вот прямогулничек. Вот у неё и загорелся зелёненький цвет. Давай сделаем кадрик. В общем, видишь, зритель? Она работает на тестовый стрим. Я там даже с этой камерой отображаюсь. И никого нету, и отлично. А то понабежали бы. Так, тормозит, не тормозит. Ух ты, даже кто-то пришёл. Привет, зритель! Это чисто тест. Это на пару минут буквально. Вот. Огонёк потух, только красненький остался. Что, нормальная вебка, я считаю. Манго девайс. HD Pro чего-то там. Со стереомикрофоном. Всем, кто это осилил, пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok